Здравствуйте! В этом видео я предлагаю пошаговую настройку роутера TP-Link 720N. Первое, что необходимо сделать, подключить его к интернету. Для этого сетевой кабель провайдера подключаете в порт WAN синего цвета. Сетевой кабель, который идет в комплекте, подключаете в любой из желтых портов, их два. И этот же кабель подключаете к компьютеру или ноутбуку. Не забывайте подключить роутер к питанию 220. Далее для настройки роутера необходимо зайти на его веб-интерфейс. Для этого запускаете любой браузер, вводите в адресной строке его IP-адрес 192.168.0.1. Для того, чтобы подключиться на веб-интерфейс, необходимо ввести логин и пароль. Логин стандартный админ, пароль админ. После этого вы попали на веб-интерфейс роутера. Первое, что я предлагаю сделать, это обновить прошивку. Для этого на компьютере или ноутбуке, имеющего доступ в интернет, зайдите на сайт TP-Link. В строке поиска введите модель роутера 720N. Зайдите в вкладку загрузки. Встроенное ПО. Вы увидите последнюю версию прошивки 13.06.24. На данном роутере стоит прошивка 13.0.1.17. То есть установлена более старая прошивка. Рекомендую вам обновить прошивку. Для этого скачивайте ее. Разархивируйте архив, скачанный. И в полученной папке будет лежать файл прошивки. Далее на веб-интерфейсе роутера заходите в системные инструменты. Обновление встроенного ПО. Нажимаете кнопку обзор. Указываете путь к скачанному файлу. Открыть. И нажимаете кнопку обновить. Обновить встроенное ПО. После перезагрузки вы увидите обновленную версию программного обеспечения. После обновления прошивки приступим к настройке интернета. Для этого нажимаете вкладку сеть. В меню выбираете WAN. Далее указываете тип подключения. Более подробную информацию о типе подключения вы можете узнать у своего провайдера. В моем случае используется динамический IP. После того как вы указали тип подключения. Если необходимо указали логин и пароль. Нажимаем кнопку сохранить. Следующим шагом после настройки интернета. Настраиваем Wi-Fi. Для этого переходим во вкладку беспроводный режим. Здесь мы видим что можно указать 4 SSID. То есть будет 4 Wi-Fi сети. В домашних условиях особого смысла я не вижу использовать 4. Поэтому оставим 1. Только переименуем его. В поле SSID вписываем имя Wi-Fi сети. Нажимаем кнопку сохранить. И перезагружаем. Для сохранения настроек. После перезагрузки снова заходим в беспроводный режим. Выбираем вкладку защита беспроводного режима. Здесь нам необходимо указать пароль для подключения к Wi-Fi сети. Рекомендую оставить все по умолчанию, кроме пароля. Пароль необходимо использовать не менее 8 знаков, цифрами, буквами и спецзнаками. Нажимаем кнопку сохранить. Перезагружаем роутер для сохранения настроек. После обновления прошивки, настройки интернета и Wi-Fi сети, рекомендую изменить логин и пароль для подключения на веб-интерфейс. Для этого заходим в системные инструменты. Пароль. Вводим предыдущее имя пользователя admin. Предыдущий пароль admin. Новое имя пользователя. Можете ввести в любое. Я введу ник. И новый пароль. Также рекомендую использовать не менее 8 символов с использованием цифр, буквы и спецзнаков. Нажимаем сохранить. Вводим новый логин и пароль. Все. Снова зашли на веб-интерфейс. В случае, если вы забудете установленный логин и пароль, необходимо нажать сзади роутера кнопку reset. Она сбросит роутер до заводских настроек. То есть вы снова сможете подключиться к веб-интерфейсу с помощью пароля и логина admin. Но необходимо будет настроить заново интернет и Wi-Fi сеть. На этом настройку роутера TP-Link 720N я предлагаю закончить. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...